Работает? Привет, меня зовут Дима. Месяц назад с театром студия Горошины я был во Франции, в Тулузе и в Париже. Там мы были 10 дней и 10 дней я делал для театра студии Горошины ежедневные видосы. И каждый день, каждый вечер или наутро мы заливали его в сеть и родители, друзья, товарищи, незнакомые люди смотрели эти видосы каждое утро. Параллельно я снимал свои видосы. Видос, этот влог, этот мега, гипер, самый большой влог на моем канале. Технически он такой большой, потому что он состоит из маленьких дней. То есть, если бы я выкладывал ежедневно, это были бы короткие видео по 4-8 минут. Здесь будет реклама после каждого дня. Извините, это делаю, чтобы было мне веселее. Ставьте лайки. Те, кто не хочет ставить лайки, ставьте, пожалуйста, дизлайки. Потому что дизлайки, то же самое, что лайки для канала, тоже хорошо. Влепите дизлайк, напишите что-нибудь в комментариях, хоть просто плюсик. Это тоже будет влиять на развитие моего канала, который я развиваю уже с половиной года. Помогите. Что такое поставить лайк и монтировать видос 50 часов? Лайк. Полсекунды. Или дизлайк. Это такой хоум-влог. Хоум-род-влог. By myself. Хендмейд. Хендмейд. Слово-то как хендмейд, не выговоришь. Хендмейд. 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 Хоум-влог. Вот. Быстрее начинаем видео. Мы летим во Францию с горошинами. У нас была одна пересадка. Давно я не летал и давно я не видел, так как не летал, зарядки прямо в сиденьях. Это очень здорово и просто без комментариев. Я сидел и три часа там монтировал. Это очень круто. Wi-Fi на борту самолета. Час я попользовался Wi-Fi, заплатил за это 3 евро. Первым делом написал жене, что я написал из воздуха. Очень здорово. Чувак просто играет в аэропорту на пианино. Мы на конечной станции. И нам еще проехать нужно на автобусе пару остановок. И мы будем на месте. Поезда маленькие, два вагона узенькие, зато безмашинистые. Очень прикольно. Вообще. Идет дождь, мы заселяемся в домики. Здесь вот такие вот домики. Здрасте. День первый, 20 мая. Вот и вся станция за моей спиной. Один вагон. И передо мной пол вагона и все. Может не быть еды, но вода должна быть всегда. В некоторых местах встречаются очень узкие тротуары. Мне нравится такая улочка. Интересно здесь всегда так немноголюдно. Когда попадаешь в подобный город, ощущение, что в каком-то не очень реальном месте. Ну такое действительно видел только в кино. В каких-то исторических фильмах, в сказках. И к реальности к городу никакого отношения не имеет. А это все не город. Это какая-то сказка. Каска. Мы идем есть. Ну вот, я поработал полчаса. Как если бы дома, как если бы где-нибудь в офисе или на студии. То же самое было вот в этом офисе. Офис под лестницей в столовой. Мы гуляем, гуляем. Ну, тулуза, тулуза. Посмотрите налево, посмотрите направо. Здорово, красиво, тепло, весна. И тут нам говорят, что мы сейчас поедем вот на этом самом паровозике. А вот на этом мы сейчас поедем кататься. Офисät. Собирается народ, собирается тусовка, вписка, вечеринка. Про сыры очень важно. На открытии угощали какой-то едой на столах, соками. И ходил парень и разносил сыры и хлеб в корзинке рядышком. Мои любимые сыры – это старый, новый и копченый. Сыров особо так и не ем. А вонючие сыры вообще… У него я просто брал хлеб и ел хлеб этим вечером. И пил сок какой-то. Это нужно понимать сыр, чтобы оценить этот вкус. И воняют они, конечно, знатно. Я когда в аэропорту обратно летели на пересадке, перекладывал сыры, кто-то из детей бегал и сказал, что ребята, кто пукнул. Потому что это был капец. Не переключайтесь. После рекламы вы увидите. «Мы идем в мэрию». «Как делят?» «А у нас обычно говорят «б***ь, я же просил на остановке». «День второй, 21 мая». «Мы идем в мэрию». «А Дмитрий, как часто вы встречаете с мэром?» «Раз в 34 года». «Я раз в 35. Пойдем». «Я чаще всех, раз в 25. Хотя вот эти ребята, наверное, еще чаще. Вот это мы удачные вошли». «Вот это мы удачные вошли». «Надо сам хотят с мэром». «Надо сам хотят с мэром». «Я опять отсоединился от группы и иду на поиски еды». «Здрасте». «Я нашел тихое местечко». «Я не очень понимаю, почему они не греют сэндвичи». «То есть он реально холодный в морозилке». «Я попросил погреть, они говорят, ну, типа нельзя». «Я уже не понял, технически или идеологически, но вот они не греют». «Ну что сказать, обед был ужасный». «Хочется воздуха свежего». «Доброе тулусское утро. Третий день, 22 мая, 8.40. Но я встал уже пару часов назад. На завтрак все просто. Хлебобулочное, в основном хлебобулочное. И чашка местного обычного чая. Без сахара». «Сегодня мы едем в театр». «Десять утра». «Они все говорят спасибо, до свидания на выходе из автобуса». «Водитель их вообще не слышит, но они в его сторону такие смотрят». «Мерси, а ревуар». «А у нас обычно говорят, б***ь, я же просил на остановке». «Мы приехали в другой район, здесь вообще как-то чуть по-другому. Я бы даже сказал, как будто другой город». «Мы приехали в театр, плоды просвещения, на проспекте просвещения. Это так же далеко по ощущению. Стихия». «Короче, потом все покажу, времени немного, сейчас нужно все быстро, вообще быстро». «Французы немного в шоке от световых переходов, от количества световых переходов в спектакле». «Вчера ребята смотрели спектакль, там было четыре световых перехода». «У нас их, по-моему, 34 или даже больше». «Сейчас обед, так, девочки». «Почти два часа занимались светом вместо заявленного часа». «И мы хотели сделать, как обычно, прогон, хотя бы технически». «Они говорят, нет, все, никаких прогонов, сейчас идем на обед». «Ну как можно не идти на обед?» «В зал выводите только через час». «Через час мы идем в зал, а через полтора часа уже спектакль». «Как беспрогонно играть в спектакль?» «Неужели вы этого не… ну, не знаю». «Короче, все обеды, был бутерброды с мясом, с ветчиной». «Я попросил один, ноу чикен, ноу мид, ноу фиш». «Майонез, я говорю, да ну нет, жопа майонез». «Блин, как без майонеза?» «Ну я майонез никогда особо не любил». «Вот кетчуп еще, да, но майонез, да ну». «Вот так вот обедают под открытым небом, около театра». «Это как бы вот выглядит все так». «Печальненько так». «Но в любом случае это лучше, чем вчерашний холодный». «Площадка не занята, мы можем вообще легко проходить, но не можем». «Как же я скажу «хелло»?» «Привет!» 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 «Как дела?» «Эй, детка!» «Ты лучший, чувак!» «Как же я могу сказать, что он лучший?» «Ты хорош!» «Ты хорош!» «Ты хорош!» «Тамы вы увидите». «Почему я хожу с чемоданом?» «Внутри по своему сторису в инстаграме». «Ребята, молодцы!» «Оборвалка!» «Мужчина, вы будете второе действие досматривать?» «День четвертый или пятый, стандартная декорация, рубашка и клубничка». «Прохладно хорошо, днем будет тепло, по-любому». «Продолжаются завтраки, 23 мая». «Алё!» «Я вообще уже как дома просто». «Не верите?» «Пожалуйста». «Алё!» «Почему я хожу с чемоданом?» «Потому что в рюкзаке только рюкзак». «Блин, класс!» «В рюкзаке только ноутбук». «А в чемодане все-все остальное». «В принципе, можно то, что в чемодане поместить в рюкзак, но тогда он будет вообще неподъемный». «И если весь день ходить с рюкзаком, то к концу дня можно просто...» «Вот, поэтому чемодан очень удобно». «Вот и добрался я до вертикальных видео». «Подолжение следует...» «Подолжение следует...» «Пmp-пто» «Подолжение следует...» «Старпатер есть» «Первый раз делаю видео... ну вот сторисы». в столовке есть компьютер с интернетом оставлю-ка я здесь свой видосик я пошел сегодня дождь все вам оборвал мы в столовую как вчера я взял пиццу и ну как бы мне ее хватит больше меня не просто ничего не может влезть закончилась вода сам пошел налива к себе на стул принес ребята молодцы мужчина вы будете второе действие досматривать вот как-то без ключа вот здесь все так остается короче все понял эта хрень реально открытая он меня спросил нужен ли мне замок я сказал что да ему взамен оставил мои авторские права хотел сказать водительские права он не дал замок на выходе он меня даст ключ ну все так же вообще только немножко другое освещение и дизайн полок и товар другой вот сыры к примеру за последние пару дней я снимал только вертикальные видео инстаграм поглотил меня это событие которое произошло вчера оно не должно пройти незамеченным внутри а все в инстаграме опять реклама а после спасибо большое спасибо большое отправимся в париж будем ехать всю ночь где мой доширак небольшое утреннее приключение мы идем на почту у них есть только для франции и нужно пойти в какой-то бюро бюро до табак купить там конверт до капец я объелся объелся и полон сил я наелся я полон сил мы идем есть а а а и 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 для меня самый большой минус этого купе то что здесь 6 полок но это реально много и здесь нету столика посередине так чтобы сесть и посидеть где мой доширак и мы приблизились к парижу париж никогда не был для меня городом в котором я хочу побывать он для меня был все время как-то вот он на фоне мелькает где-то в рекламе где-то в кино париж шефель его башни даже миссия невыполнима которая 6 6 последняя я смотрел в кино с моим другом стасом воронецким том круз вертолет водит а я могу водить только за нос я только сейчас осознал что действия происходили в париже а он стал реальным что ли вот наверное так раньше он был таким газет на рекламную открыточным и теперь этот париж превратился в настоящий когда мы утром ехали от вокзала в гостиницу женщина которая нас встречала битова сейчас если вы посмотрите налево вы увидите краешек эфель в башне и все-таки фух и я такой думаю да ладно чем не башня а сам такой тоже и я увидел где-то краешек сквозь да я увидел краешек башни и порадовался да снова она а после нее это было круто в париже я не было 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 была вот это вот очень удобно этоله Субтитры сделал DimaTorzok Первое утро в Париже, пустой город, пустые улицы, хочу дойти до перекрестка, посмотреть какой там вид Идет заселение, точнее даже еще не заселение, короче просто чемоданы там скидываем, поедем в театр сейчас Снимал, 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 снимал Ох, Париж, Париж Здрасте Время 10 утра, все ушли завтракать Я остался внизу в гостинице, я монтирую Интернет медленный Фоточку отправить, да, в инстаграм загрузить 5 секунд видео, да Но что-то больше нет Короче, я тут сидел и работал, вот на этом стульчике И у меня комп был включен вот в эту розетку, дверью прижала эту хрень, вылетела часть розетки Вылетела моя зарядка Понятно Старая сцена готова? Готова Спасибо, понятно Все, спасибо огромное, все было классно Работа с вами просто офигительно Спасибо вам большое Пожалуйста Изумительно, мадам Железная, просто офигительная женщина Все это было круто, реально хорошо Работать с этой женщиной хорошо Хорошо Это лучшее из того, что здесь было Что надо тебе, Дима? Сторис Сторис Иди в жопу Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе Я поднялся пешком на 4 этаж по этой прекрасной винтовой лестнице Да, тащил один чемодан, еще один мне нужно донести А вид за окном Настоящий влог Настоящий влог Наш 44 номер, как в общаге Королевский люкс Ну норм Норм Добро пожаловать домой И я вам покажу стирку Мы заселились И я вам покажу стирку По-мужски Ну либо как По-ленивому Я думаю, что минут 10 и все готово Это, видимо, фен Блин, прикольно Выйти на улицу не дома А где-то в другом городе Я знал, что он где-то рядом, но я не знал, что он за нашим, просто за нашим домом Мы все пошли есть, но я отцепился, потому что мне нужно видосы монтировать, если я их не буду жарить как котлетки, они не будут выходить как котлетки каждый день, и тогда это будет не прикольно Привет Привет Сейчас пожрем Это, наверное, восьмой самокат, который я встретил на своей дороге, который просто стоит, не пристегнутый, ничего, и рядом нет никого И... ну вы все поняли. А вот потом... Пахнуло! Пахнуло это самое 18 плюс влог Что же она спросила? Слушай, так может быть не подводить людей Внимание, нормальная музыка в нашем номере Это видосы, видосы, это влог, 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 закончилась прогулка на корабле Ну, это было интересно, красиво, и я надеюсь, что видос я сделаю из этого достойный Он сделает Экскурсия Здание, которое мы видим сейчас, 1572 года Хотя на самом деле здание 16 столетия Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует 2019 год Можно от всех отделиться и погулять втроем Это хорошая идея Не выкладывай это в сториз, пока мы это не сделаем Нотр-Дам Короче, они реально оставляют свои эти скутеры Самокаты, 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 вот так на улице Как вы находите Париж, я думаю, шутить или не шутить Не буду шутить, потому что Париж, Париж это серьезно, Париж это серьезно, это прекрасно, это восхитительно, это поэтично, это музыкально, это все, Париж это все Информация к этому часу Все пошли в туалет, сидим в тенечке, в тенечке хорошо Здрасте Театр покрасьте Вот, значит, дошли мы до этого Все самокаты, которые я видел на протяжении последних суток, брошенные на дорогах, это не чьи-то личные самокаты, это самокаты в аренду И в день, когда мы были в Эфелевой башне, я вижу, чел сгружает самокаты с этого, с грузовичкова Я ему, господин на чистом французском языке Как ездить, сколько стоит? Он сказал, что он ничего не знает, он только возит самокаты по городу, ему никто ничего не говорит, паспорт отобрали Он сказал, что все это в приложениях, нужно качать приложение Я включаю LTE, качаю приложение Беру Евгению и Александра, и мы идем катаемся Один евро за то, что взять и 15 центов в минуту кататься Самокат в башне, это топчик 10 из 10 Это очень хорошая идея, мне это очень нравится Это очень хорошая идея И вот так просто я его оставил, вышло вообще все недорого Но мегабайты у меня посчитались, конечно, на телефоне денег летит капец Прямо очередь в магазин Луи-са-у-и-тон Надо будет посмотреть, что это такое Авенюс-Шамс-э-э-э-сэ-с 101 А что за магазин Это там такая очередь Сырные или колбасы? Нет, это лоевый дом Сумочки там продаются за 15 тысяч евро Самое интересное, что в Париже так никто не носит Русская сияи Пахнула вещью, которую пахнула круассаном с кофе. Это кораблик Пьера Ришара. Нам сказали, что он здесь не живет, но место за ним осталось. Как вам Парижское метро? Саненька. Тут объективный суд, люди. Прям в метро идет, захотел ссать на сал. Я видел людей, которые ссали здесь. Я просто подошел карту посмотреть. Я поднимаю эту самую. Они очень быстро переходят на ты. Вот сейчас чувак опять ко мне обратился на ты. В Тулузе, в пиццерии. Пришли, он сразу на ты. На кораблике сегодня тоже. Не, ну ты понимаешь, брат. Ты, 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 ты. Поэтому они очень любезны. То есть это не из-за хамства. 18 плюс влог. Что она спросила? Добрый вечер, мальчики. Не хотите выпить? Слушай, так может быть не подводить людей, может быть, ну, пройти? Так, конечно. Ну, так, это очень мило звучало. Добрый вечер. Я почти закончил. Небольшая маленькая реклама. И далее во влоге. Еду домой. Я купил сыров. Я конкретно ищу сыры, и вот я их сразу нашел. Они достигают комнатной температуры. Завоняет, да? То есть он может завонять в чемодене. Я купил сыров. Большое спасибо Александру. Он мне объяснил, где какой. Козий, твердый, бычий, человечьий. В общем, спасибо. У нас в Париже прошел дождик. Стало очень свежо, хорошо. Я иду на почту, чтобы отправить письмо. Нам сказали, что в соседнем здании нужно купить конверт. И мы дошли до самого главного в этом выпуске. Это про мой английский, который у меня всю жизнь был неплохой. Но, как оказалось, как оказалось, на деле иногда это сводилось к тому, что окей, окей или мммммм. Очень грустно. Иногда просто как будто бы стесняешься произносить английские слова. Ну, хрень какая-то вообще, да? А иногда вот когда забиваешь на это, ты просто начинаешь говорить. Вот тогда все работает. Вот нужно просто забивать и говорить. Мы однажды в Финляндии, 10 лет назад. Девушка на кассе хотела узнать цену, стакану, допустим. И спрашивает у продавщицы, what time is it? Она и отвечает, там, 3 евро. Она такая, окей. Я говорю, ты, говорю, спросила время? Она говорит, нет, я спросила цену. И еще я очень часто пользовался фразой, do you speak English или по-русски? Прям так и говорил, потому что я попадал в ситуацию, когда там через какое-то количество минут мы выясняем, что человек понимает или говорит. Короче, он по-русски может понимать, говорить. И я такой, а, давайте же на русском, конечно, так будет проще. Так что вот такая у меня есть фраза, do you speak English или по-русски? И она прокатывает. Do you speak English или по-русски? English? English. I want to send this? Yes. And I need an envelope. Короче, конверт стоит 20 центов, а у меня налика вообще нету, поэтому я иду просить мелочи. У меня в Париже, кроме вас, никого. У вас есть 20 центов? Налон. Вот. Спасибо. Merci. Merci. Au revoir. Ah, у меня нет. Is it right? No, no. I want to go to Russia in French. Merci. Au revoir. Сейчас идет погрузка, потом мы садимся в автобус, едем в аэропорт и улетаем в Россию с одной пересадкой. Я chegar на Cats Podочкой. Вот и мост наour. Ты мне ехать! Субтитры делал DimaTorzok Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно Поэтому в качестве аплодисментов принимаю лайки Хорошо в Париже, но дома пирожки же Все, это конец, подписывайтесь и подкакивайтесь